Считается, что молодежь в возрасте от 18 до 25 лет самая пассивная часть электората. А это 25 миллионов избирателей по всей России. Такая ситуация ставит под угрозу будущее страны. Круглый стол начался с вопроса к студентам. Кто из них ходил на выборы? В прошлом году я был на выборы. Один. Остальные нет. По мнению студентов, их голос ничего не решает. Цель круглого стола – разубедить их в этом. Однако проблемы не только в пассивности молодых людей. Зачастую сами политики не обращают внимания на молодежь. Большинство кандидатов концентрируется на других группах избирателей. Так, социальная защищенность и система здравоохранения – две самые обсуждаемые темы. А рост стипендий или получение грантов на образование практически не обсуждаются. С молодежью кто встречается? Скажите, кто приезжал в АГУ из наших депутатов, например, городских, и проводил здесь собрание со студентами, с нашими. Кто? Назовите хоть одну фамилию из наших городских депутатов. Никого, ни одного человека. Потому что и депутаты наши городские считают, что это не электорат. Пенсионерам – да. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, правительством области было принято решение о создании молодежных избирательных комиссий. Молодежная избирательная комиссия появилась год назад, в конце 2014 года. Согласно принятой в Российской Федерации молодежной электоральной концепции, сначала была образована молодежно-избирательная комиссия на региональном уровне Московской области, и она поставила своей задачей создать такие же комиссии во всех муниципалитетах Московской области. В частности, появилась и у нас. В обязанности таких комиссий входит организация различных мероприятий, которые направлены на привлечение молодых людей в политическую деятельность. Активисты проводят олимпиады среди старшеклассников на знание избирательного законодательства, участвуют в форумах, конференциях и акциях. Я сначала не очень верила в коэффициент полезного действия этих комиссий. Я просто думала, что это будет некое мероприятие, созданное для галочки, ну, вроде бы как есть, а для чего, не совсем понятно. Я хочу сказать, что этот процесс у нас достаточно бурно развивался, и уже где-то в 2014 году у нас вот сейчас, меня Лиза поправила, я говорила, что практически все муниципальные образования уже имеют теперь территориальные молодежные избирательные комиссии. Я хочу сказать, что из 68 муниципальных образований, которые у нас в Московской области имеются, в 65 уже есть территориальные избирательные молодежные комиссии. Каждое выступление в рамках этого круглого стола перерастало в оживленную дискуссию. То, что гражданская пассивность молодежи – острая проблема, никто не спорил. Вопрос лишь в том, как эту проблему решить. Деятельность молодежной избирательной комиссии, молодежного парламента могут повлиять на ситуацию. По крайней мере, их представители точно не пропустят выборы. Но будет ли молодежь активно в них вступать? Ведь пока молодые люди не осознают важности своего участия в избирательном процессе, ситуация вряд ли изменится. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.